друзья всем привет когда вышло видео про гольф кстати если кто-то не видел и хочет посмотреть я вот ссылочку оставлю так вот на последних секундах видео я сказал что следующее видео которое мы пошли собирать это американец кореец с итальянским сердцем так вот в комментариях во первых большое спасибо что досмотрели до этого момента а это самый конец видео так вот в комментариях никто не угадал что это за автомобиль очень приятно что досматриваете видео до конца но вернемся к автомобилю и так мы имеем американца пригнан он не из америки а из кореи мы имеем не бензиновый двигатель а дизельный и этот дизельный двигатель сделан итальянской корпорации в моторе и так встречайте дизельный двухлитровый двигатель автомобиль из америки корейский биток chevrolet malibu вот такой до мозга костей ядреный блин перекуп с детства и весь срач который есть он именно вот здесь живет вареные лонжероны резаные все что угодно смотрите что угодно делаете только разбирать ничего нельзя но битумом зря не заливаю я думаю по цвета обработка плотненько уже начинает корридировать это все ошибки после ремонта если откуда в корее шуруп из эпицентра следы от стапеля следы рихтовки следы от споттера вот видно здесь он с подушки откручивался вот здесь вот он но запчасти не подходит меня кастер интересует фигачат прям по ржавчине но даже вот здесь вот на покрашенных болтах вот там вот он и вот мотор намного лучше кузова выглядит и лонжерон разрезан он но едет кстати сюрпризы которые меня ждут это то что у него по покраске а это белый перламутр у него нормальное значение краски это 200 240 микрон так вот покрасить под толщиномер вообще в элементе очень легко и моя задача сегодня определить какие элементы крашен и а какие не крашен и вообще насколько хорошо он восстановлен так себе задачка и по поводу корейцев какие не бывают тоже расскажу немножко в этом видео а вот добрый день компания один авто меня зовут андрей чем могу быть полезен я хотел поинтересоваться вы предпродажную диагностику делаете вас интересует мне не оценку мне по цене то такое дело мне этот посмотреть я шевроле-малибу 15-го года я не смотрел в принципе она там была ударена в левую сторону и ну удар в колесо тоже пришелся там меняли по ходовой не интересует посмотреть развал там такой вот то есть по кузову соответственно тоже так ну они просят две восемьсот ну там будем торговаться сколько еще раз 2 8 до 12 800 вы сами с киева не с киева я я с киева автомобили ну хозяева и автомобиль они так вот интересная тема про корею заключается в том что есть основных три рынка есть внутренний рынок какие-то называют а машины которые продаются на внутреннем рынке ну грубо говоря от корейца к корейцу есть тема с аукционами это где продаются машины на аукционах и где можно посмотреть эту историю и есть остальная тема как я ее называю за забором значит тут есть такая тема а вот здесь все экспортные автомобили так вот экспортные автомобили они как раз корейским законодательством не охраняется вообще никаким образом и весь срач который есть он именно вот здесь живет то есть все что мы видим со скрученным пробегом с незарегистрированным дтп живет именно вот здесь потому что вот здесь эту историю можно проконтролировать вот здесь можно а вот здесь вот нельзя так вот задача сегодняшней истории она двойная 1 выяснить насколько автомобиль попал в украину с какой истории вас такой из такой или вот с такой а еще одна история он приехал сюда битый и надо понять насколько хорошо он восстановлен а нафига аж так заклеили меняли крыло и так понял вот это не то что крыло то такое дело друзья когда мы видим такое количество шумоизоляции здесь есть два варианта первый это человек действительно хотела бесшумить автомобиль а второй вариант тем более мы понимаем что это биток из кореи там понятно что под вот этим налепленным битумом запросто могут быть вареные лонжероны резаные все что угодно но это нужно определять на подъемнике для этого нужно разобрать все в куче так вот нужно ли ехать в принципе на подъемник на сначала посмотреть насколько хорошо качественно покрашен этот автомобиль поэтому сейчас быстренько пробежимся по покраске и потом если все хорошо нет килограммов шпаклевку мы только после того поедем на из того и до в очередной раз я напоминаю что значение 200 240 микрон на цвете жемчужно-белый это должны быть нормальные показатели когда красят новые детали или же там буш на и детали то очень легко попасть в цвет но имеется не в цветов толщину краски потому что она изначально уже шире так вот так лето и к насколько хорошо покрашен автомобиль сейчас будем выяснять 122 ну в общем то видно что его красили ну как шумоизоляция тема очень прикольно но если вот так вот всю машину отбить вот этой штукой то при продаже так дофига вопросов будет хорошо чем мы имеем внутри 132 на всякий случай и той стороной покажу контрольный 123 ну плюс-минус нормально 27 крашеная только снаружи можно я аккуратно и вы знаете иногда приезжает вот люди вот не типа смотрите что угодно делаете только разбирать ничего нельзя ладно это мы заедем в тепло на чуть нагреется я посмотрю у нее завода идет толстый слой потому что вот здесь вот на вот этом сколе я не вижу вторичных следов кратства хотя хотя сказать что а это не совсем и скол это не скол в тепле сниму уплотнитель скажу дополнительно значит по лакокрасочному покрытию я вот даже возьму автомобильчик который отнял у ребенка машина крашена вот так пополам вот эта передняя часть крашена вся задняя часть совсем не крашеная так вот крашена плюс-минус нормально тон шпаклевки там на нем нету быстренько провели компьютерную диагностику я понимаю что там есть целая куча ряд ошибок имеется ввиду там фары где-то отрыгнули где-то там слабый аккумулятор где-то без это все ошибки после ремонта ни одной активной ошибки нету ну за исключением того что там сигнализирует датчик правого переднего колеса в датчик давления шин а так вся история есть и активных ошибок нет поэтому вот после этого загоняем автомобиль на сту для того чтобы все это дело разобрать зайти посмотреть детально проанализировать не вареные ли там лонжероны все ли там нормально все ли выставлено промеряем посмотрим и если все хорошо тогда уже будем смотреть дальше назовем это так а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Интересно, откуда в Корее шурупы с эпицентра? Это из-за того, что он без подкрылка ездил и сильно на вывороте. Единственное объяснение. А так, в общем-то... Я думал, будет хуже. После того, когда я увидел сверху шоу там, то... Вот это, скорее всего, разгрузки-погрузки пострадал, когда его цепляли. А я понимаю, и этот порог вот тоже, да, тут что-то... Нет, порог, я думаю, это более ранняя история. Хотя... Хотя, с учетом того, что вот так, да, может быть. Основной вопрос, который может возникнуть у нашего зрителя, это сделано ли хорошо. Ну, скажу так. Как делают вот большинство людей, которые занимаются куплей и продажей автомобилей, фигачат прям по ржавчине. То, да, можно сказать, сделано хорошо. Но если рассмотреть вот такую обработку в общем формате того, как делают люди, то есть делают намного лучше. Поэтому сказать, что обработан он вау, хорошо. Ну, нет, я так не могу сказать. Стандартная обработка от мест, куда часто попадает влага. Вот так, наверное, будет правильно и корректно. Ну, какого-то мяса ванового я не вижу. То есть видно, что ее разрезали для того, чтобы красиво сделать. Но сказать, что вообще сопли здесь, ну, точно нет. Картинки я потом покажу, предоставлю. Итак, друзья, для чего лезть вообще туда эндоскопом, когда уже все разобрано? Все очень просто. Очень легко спрятать следы ремонта вот таким вот, когда там с ведра наливают. Вот этого битума, потом заклеивают все это пластинами. Для того, чтобы выявить все эти пластины, надо поснимать битум, посмывать. Это трудоемкий процесс, на который парень, который продает автомобиль, не согласен. Но, когда эндоскопом камеру засунуем в труднодоступные места, понимаем, что в середине никто никогда ничем не красит, не заливает. И вот следы от того, где резался лонжерон для того, чтобы отрихтовать другую сторону, либо же следы от стапеля, следы рихтовки, следы от споттера. Все это всегда видно в скрытых полостях. Никто этого не трогает. Так вот, следов злостного ремонта не выявлено. Нету. То есть, да, видно, что он рихтовался. Ну, имеется в виду сам щит моторный. Но следов того, что резалась силовая конструкция, нету. Единственное место, где я нашел сварочный шов, это вот с верхней полка крыла. Ну, правильно, часть брызговика. То, куда прикручивается крыло. Вот тыльная сторона, которая за крылом, она была то ли лопнувшая, то ли ее для чего-то разрезали. Короче, там есть сварочный шов только с одной стороны. Буквально там сантиметров пять. С наружной стороны. Но перерезался так, чтобы пополам эта часть. Нету. В общем, других следов не выявлено. Нету там ничего. Сделано неплохо. Ну, а теперь идем к двигателю. Ну, вот видно, вот здесь он с подушки откручивался. Вот здесь вот он... Я понял. А как видно, что он не разбирался? А вот видите, засечек по периметру нигде нет. Вот на моментах, где... Вот даже вот здесь вот на покрашенных болтах. Вот там, вот там на генераторе, на коллекторе. Вот здесь вот видно, что он чуть-чуть чуханулся. Здесь все сухо, течи никаких нету. Теплообменник сухой из генератора. Ничего не высыпается, ну, в смысле, в виде пыли. А тут сухо, там сухо. Двигатель не видно, чтобы только что мылся. Так, тут хорошо, там хорошо. Сама турбина снизу, я смотрел, сухая. Сверху тоже никакого западла по ней не видно. Надо сказать, что слабое место этого двигателя, это всегда топливное. Когда кормят этот автомобиль некачественным топливным, первое место, куда на этих моторах надо смотреть топливное. То не дает давление, то проблемы с форсунками. В общем, больших каких-то других болячек по этому двигателю не замечено. Итальянцы вообще по дизелям впереди планеты всей. Фиат, молодцы, красавцы. Так вот, на мое удивление, с топливной здесь все хорошо. По давлению выдает в рампе все хорошо. Насос класс. Все форсунки работают в значениях. Что касательно турбины тоже. Все работает в значении. Прицепиться не к чему. Мотор. Вот мотор намного лучше кузова выглядит. Хотя кузов тоже неплохой. Но мотор лучше. Меня кастер интересует. Ну, кастер четенько. 3,50. Не надо вам объяснять, где что, как стоит. Нет, я просто работаю. Я тут заморачиваюсь, думаю, где найти 3D, чтобы вы себе в пространстве. Я на 3D не работаю. Нет, я к тому, что на 3D, согласитесь, очень хорошо видно, где и как колеса стоят в положении. По развалу чуть в плюсе. Правое колесо. Короче, то, что это не мясо, это да. Рекомендовать этот автомобиль я могу. Единственное, что мы сейчас еще посмотрим вторую подушку. Здесь тоже подушка на месте и тоже не раскрытая. Ну, в смысле, очень не похоже на то, что это муляж. Все с ней нормально. Следов каких-то вмешательств особо не видно. Все хорошо. То, что там он есть, надрезанный в одном месте. Констатирую факт, но я не могу сказать, что это смертельно. Это ненесущая часть. Хотя, весь целовой кокон у нее свой, у нее родной. То есть, у нее нет разреза, распила. Она целая. Да, она ремонтирована. Так вот, на удивление, автомобиль собран хорошо. И лонжерон разрезан всего лишь в одном месте. И то, не нижняя несущая часть, а верхняя полка крыла, назовем ее так. Она надрезана в одном месте, ну, видать, для того, чтобы можно было где-то чего-то отремонтировать. А в остальном, он весь в своих положениях. В остальном, с развалом у него все нормально. Колеса стоят в своей плоскости. Отремонтирован хорошо, значит, жизнь у этого автомобиля будет дальше. Только вопрос цены. А по цене был легкий торг. Но о цифрах немножечко позже. Машина на ходу очень даже и неплохо. Единственное, что я головой в потолок упираюсь. Ну, а так, в этих колесах датчик давления шин есть? Есть, есть. Я вчера менял. Так, ну и теперь проверим. Упс. Ага. Не хрустить. Для чего нужен тест-драйв? Во время тест-драйва выявляются такие моменты, как, ну, во-первых, тяговитость двигателя, поведение коробки, как ведут себя привода, шумоизоляция салона, не пробивают ли амортизаторы. Потому что на подъемнике они-то сухие. Но если внутри перепускной клапан, сама мембрана, она работает неправильно. А особенно в зимний период оно может стучать, пробивать. И вот во время тест-драйва все эти моменты можно выяснить. А по поводу еще шарниров был как-то часто проскакивал вопрос, запрос, как проверить привода. Ну, на своей автомобиле так часто делать не нужно, но выворачиваем руль полностью до конца и нажимаем на гашетку. Вот если хруста нет приводов, то все нормально. Соответственно, выворачиваем колеса до конца в другую и с места стартуем. Если нет хруста, то все хорошо. Но, ребят, такого часто не делайте. Потому что в этот момент идет офигенная здоровая нагрузка на сами шрусы равных угловых скоростей, шрус аббревиатура. И вот если будете делать часто, он очень быстро рассыпется. Не нужно так делать часто. Также во время тест-драйва можно проверить шип, когда на разгоне слышим, чувствуем вибрацию. Вот такая как бы трухаловая. Вот это очень большая доля вероятности того, что изношен в тришип. Тришип или же внутренняя часть гранаты. Это то, что стоит на приводах, внутренняя часть, возле коробки передач. Вот это называется, в зависимости от конструкции, либо шрус, либо тришип. Чаще всего стоит тришип. Если рассказать о сухом остатке, то этот Chevrolet Malibu с дизельным двигателем. Я, честно говоря, первый раз в жизни ездил на дизельном Chevrolet Malibu. Машина как бы двухлитровая, дизельная. Для своей массы оно едет. Я как бы человек разбалованный большими объемами, но суть не в этом. Кстати, многие почему-то думают, что в этой машине стоит хундаевский мотор. Он очень похож на хундаевский. Но запчасти не подходят. Несмотря на свою схожесть, они разные. То есть практически ничего с этого мотора не подходит. Двигатель хороший. Итальянец прикольный. Будущее у этого автомобиля есть. Кстати, эта машина была мной рекомендована. И в этот же день, 30-й, парни сразу поехали, ее оформили и ее купили. Потому что если бы это дело зашло в 31-е число, то две недели пьянок. А неизвестно, что произошло бы за две недели. Вы это видео увидите в воскресенье, а в понедельник завтра у нас тема такая, что будет интервью. Причем не здесь, мы специально выбрали отдельную студию, отдельную локацию, для того, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Так вот, будет перекуп, ну такой до мозга костей, ядреный, блин, перекуп с детства. Будет СТОшник, это тот чувак, который вам ремонтирует автомобили. А перекуп это тот, который продает вам автомобили. Буду в этом участвовать я. И еще не определен. Вот тот, кто подписан на Инстаграм, я сегодня вышел в эфир и рассказал, что, какие вопросы вы хотите посвятить. Так вот, что, какие вопросы хотят люди с Инстаграма, увидят те люди, которые смотрят Ютуб. Друзья, большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Ну мы пошли собирать, наверное, что у нас сейчас будет? Мультиванс Германии. Мультиванс Германии.